Всем привет, с вами Джамбу Макс и в этом видео я хочу поделиться своими первыми впечатлениями о новом эксклюзиве Xbox. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал для помощи в его развитии. Спасибо и давайте начнем. Для тех, кто не знает, самый ближайший эксклюзив, который выйдет на Xbox уже в марте, называется Bleeding Edge. О этой игре и пойдет сегодня речь. Игруха создана студией, которая подарила нам Hellblade и сама игра представляет собой некий забив 4х4. С 14 по 17 февраля идет бета-тест и я в нем принял участие, поскольку игра с самого анонса у меня вызывала хоть какой-то интерес. Если что, бета-тест был для всех, кто либо предзаказал игру, либо для тех, кто имел активную подписку в Xbox Game Pass. Тестили мы эту игру на стриме и без и провели в общей сумме в ней около 10 каток. Опять же повторяю, что это лишь мое первое впечатление, поскольку я провел довольно мало времени в ней, чтобы сделать о ней какой-то итоговый вывод. И начну я, пожалуй, со стилистики. Она тут неформальная и чем-то похожа на смесь Sunset Overdrive и Borderlands, поскольку там немножко все мультяшно. Это нисколько неплохо и в целом даже выглядит прикольно за счет того, как выполнены сами персонажи. Так скажем, рисовка героя выглядит весьма приятно и сбалансировано. Сами же герои, они сделаны интересно. С первого взгляда, с того же трейлера или картинок, скорее всего, вам покажется, что это некий трэш, цирк уродов, поскольку все персонажи выполнены необыкновенно. Ведь вместо привычных рук и ног у некоторых либо механические ноги от курицы, или же вместо конечностей механизмы мотоцикла. Опять же, так кажется на первый взгляд, но если к ним присмотреться, то каждый персонаж он весьма интересный и за счет своего необыкновенного вида он имеет характерные черты и способности, присвоенные только ему. Персонажей в игре, к сожалению, пока немного, всего лишь 11. Но со временем по-любому буду добавлять новых персонажей, чтобы развивать игру. Если что, все персонажи делятся на три класса. Атака, поддержка и громила. По сути, все это очень напоминает овервотч, идея такая же, но совершенно разная реализация. Если же в овервотче все сделано в большей степени на дальний бой и все это от первого лица, то тут больше идет на контактный бой, на ближний бой и от третьего лица. Мы пока играли, затестили два режима, по-моему, только два режима и есть в бетке. Это захват точек и режим, в котором нужно сдавать капсул с энергией. Режимы неплохие, но с первого раза было не особо понятно, что и как нужно делать, поскольку тебе сразу же давали люлей. Но после обучения все становится более-менее ясно. У самих персонажей есть простые удары, три способности, которые имеют некое ограничение в использовании, у ворот для парирования и ульта. Сразу скажу, что в эту игру не рекомендуется играть в соло с рандомами. Если у вас нет команды, то в игре вообще нет смысла и она вам не понравится. Это чисто командная игра, игра и без стима, вы там просто не жилец. Даже можете не запускать игру, если у вас нет команды, серьезно. Поскольку без грамотных командных действий, вас выше будут на первых секундах и даже не поймете, как играть в эту игру. Карты сделаны интересно и в то же время примитивно, то есть почти не возникает вопроса, куда идти. Но в это же время они довольно большие. И на мой взгляд это минус, поскольку скорость при движении персонажей невысока, даже если применять какой-нибудь флайборд. И за счет того, что на карте всего лишь 8 человек, стыков с другими игроками происходит не так часто, как хотелось бы. Да, во всех режимах игра принуждает вас в какой-то момент все-таки в лоб в лоб столкнуться с врагами, но в некоторых режимах это можно чутка обойти за счет того, что идет какое-то там, например, месиво в точке А, а в точке Б нужно сдавать те самые капсулы. И пока все тупо месятся, ты спокойно и не спеша идешь сдавать те самые капсулы. То есть лично мне показалось недостаточного контакта между командами в некоторых моментах. И знаете, в последней катке, когда я играл, мне не понравились респауны. Было такое, что команда просто ждала другую на респе, и они даже не могли выйти. Думаю, это как-то подправят. И еще. Ну вообще нельзя деляться от команды. Если все пошли по раздельности, и кто-то наткнулся на полную тиму врагов, он просто не жилец. И даже на первых этапах тестирования мы видели, как чуваки просто бегали кучей и ищемили всех по отдельности. Это, конечно же, правильная тактика, но почему-то именно твоя тима такого не делает. Также некий минус игры, который я заметил при первых ощущениях, касается чувства персонажей. То есть, играя за кого-либо, лично я не чувствую какого-то контроля, какой-то тяжести персонажа и так далее. То есть, как по мне, в игре нет чувства персонажа, и это, на мой взгляд, фигово. Если что, в целом игра сделана нормально, переведена на русский язык. Если что, только субтитрами, конечно, немножко криво, но все-таки. И сам бета-тест для меня прошел стабильно. То есть, поначалу все зашли, все играли, можно было пригласить друзей, и в техническом плане вообще проблем не было. Из-за этого студии могу отдать респект, так как во многих играх бывают какие-то недочеты при бета-тестировании, что там нельзя пригласить персонажей, или просто у всех не заходит. А здесь же было все хорошо. Единственный минус, который 100% думаю исправит, это фризы. Игра идет, по-моему, в 30 FPS, и иногда бывают просадки. Но они не критичные, и играется довольно-таки приятно. И в целом все прошло неплохо. По крайней мере у меня, поскольку того же Снуби, просто кидала по карте, и он капец как бесился. Но он просто не мог нормально играть. Опять же, может быть дело в интернете, может еще в чем-то, но у меня было все нормально. Кстати, насчет этого. Единственное, что может пошатнуть эту игру в техническом плане, так это коннект. Так как в игре почти все построено на ближнем бое, при очень фиговом коннекте игроки могут от этого капец как страдать. Пример в том же Наруто Тубаруто Шиноби Страйкер, при хреновом коннекте тебя просто перебивали. И ты с этим ничего не мог поделать. Персонаж у тебя просто промахивался по врагам, или же чувствовался медлее, чем остальные. Надеюсь, что в этой игре все будет с этим хорошо, поскольку это реальная проблема в играх, в которых большинство умений идет через ближний бой. Если говорить о игре в общем, то ей нужно дать шанс. Игра не цепляет, и в то же время от нее нет какого-то отвращения, если вы поняли как в нее играть. Многим по комментариям из соцсети, она не понравилась, ее сразу окрестили говном. И я почему-то думаю, что ребята просто не разобрались в игре, и зашли туда без команды, психанули и вышли. Как по мне, шанс этой игре дать нужно, поскольку она нормально работает, и посмотрим, какая у нее будет стратегия продвижения. Поскольку таким играм сложно понравиться сразу, если они не созданы уже под какой-нибудь придуманной вселенной, по типу там Наруто, например. И за счет выдуманной истории вокруг этих персонажей, какой-нибудь лора или проведения мероприятий по этой игре, у нее есть все шансы, чтобы понравиться игрокам. Тем более, если ее будут развивать, будут добавлять новые карты, персонажи, а также новые режимы, и все это будет по подписке Xbox Game Pass. Не знаю как вам, но меня игруха особо не зацепила, и не дала какого-то смысла ждать его выхода с нетерпением. Единственное, за что сразу могу отдать респект этой игре, так это за музон. Он тут реально клевый и вписывается в тематику. И лично я на старте по подписке, по-любому в нее зайду и проведу по фану несколько каток, если я, конечно же, соберу команду. Вот в принципе, такое вот у меня первое впечатление о этой игре. Обязательно пишите свое мнение, если вы затестили, и напишите свои ощущения от игры. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, чтобы его поддержать, и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч!